И еще ЖКХ. Взнос за капремонт можно теперь платить не до 10, а до 20 числа каждого месяца. Такие коррективы внесли областные парламентарии в соответствующий региональный закон. А согласно федеральному, пожилые люди старше 70 лет могут оплачивать капитальный ремонт с официальной скидкой. О том, как реализуется программа в Красноглинском районе Самары и с какими проблемами сталкиваются, обсудили на встрече с депутатом Госдумы Виктором Алексеевичем Казаковым. Татьяна Пудова выслушала мнение. Два с лишним часа о наболевшем, о дорогах. Этот вопрос обсуждают на встрече председателя Совета в ТОС и представителя МКД с депутатом Госдумы Виктором Алексеевичем Казаковым. Сегодня перед встречей обратилась на горячую линию Казаков Виктора Алексеевича по поводу тротуара, который необходимо сделать. И, в общем-то, проблема решилась буквально в течение часа. Конечно же, проблем очень много в нашем районе, в нашем поселке очень много проблем. Все решить невозможно. Будем надеяться, что нас услышали. Предметом обсуждения стали строительство и ремонт дорог, детских площадок, проблемы района. Также жители рассказали, что в школе номер 118 бассейн не ремонтируют 11 лет, а в поселке Мехзавод рушится детская поликлиника. Отдельная тема – капремонт. Пожилые люди получат льготы на оплату квитанции в виде скидки в едином платежном документе. Денежная компенсация – 50%. Положено пенсионерам старше 70 лет, 80-летние полностью освобождаются от платы за капремонт. Здесь, в Краснодарском районе, практически не решена ситуация с обеспечением жителей водой нормальной. Для этого нужны необходимые средства для того, чтобы построить трубопровод сюда для обеспечения водой. От этого зависит дальнейшее расширение района, строительство многоквартирных домов, снос ветхого жилья. Это достаточно большая проблема, которую, естественно, нужно решать вместе с губернатором. К столетию поселок Управленческий благоустроит. В планах отреставрировать фасад дворца бракосочетания, установить скамейку для влюбленных, а со своими вопросами и предложениями жители могут обратиться в том числе по телефону горячей линии. Татьяна Пудва, Алексей Гриднев, Новости губерния.